Доброе утро, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе «Контакт», который по понедельникам веду я, Сима Березанская. Сегодняшняя программа посвящена памяти замечательного совершенно кинорежиссера Валерия Рубинчика. Я вам много раз говорила о том, что судьба меня баловала. И я сделала интервью с огромным коллеги, где-то больше 250 самых выдающихся деятелей театра, кино, литературы, которые не только в России, но и здесь, в Америке. Но некоторыми из них, не могу сказать со многими, судьба подарила мне и дружбу. И в их числе изумительный человек Валерий Рубинчик. Сегодняшняя программа достаточно уникальна. Это цикл моих программ. Как вы знаете, я в свое время снимала программы в Москве, когда приезжала туда. После того, как не стал моего мужа, мне надо было туда ездить. И я не просто так ездила, я уже решила, что и Марголов мне всегда давал добро для этого. И я делала программы-циклы. Это называется «Московские встречи. Театр плюс кино». Делала я многие передачи на Мосфильме. И в том числе там начал снимать свою картину, последнюю, которая называлась «Нанкийский пейзаж. Валерий Рубинчик». И он мне дал, что называется, карт-бланш. Он мне разрешил присутствовать на съемках. Должна вам сказать, что съемки — это святая святых. Проведя всю жизнь в кино, я должна сказать, что не каждый режиссер запустит на таких правах, как меня Валерий запустил, снимать. Иногда приходит какая-то съемочная группа из новостей или откуда-то. Она снимает маленький кусочек, который разрешает режиссер, и все. Я оказалась внутри съемок. И я делала очень много интервью с ведущими актерами из этого фильма. И вот этот цикл я хочу начать именно с интервью непосредственно с Валерием Рубинчиком, который мы с вами сейчас и начнем смотреть. Стоите хорошо. Внимание! Можно? Мотор! Не корабль! Пока не отвозите. Нет, нет, стоять там вместе. Вдруг не получится. Получится. Так, сейчас я сажусь вот сюда, к монитору. Значит, теперь, ребята, Сережа, Саша. Валерий Рубинчик. Кинорежиссер, сценарист, актер. Лауреат многочисленных отечественных и международных кинофестивалей. Он преподает на высших режиссерских курсах и во ВГИКе. Самые известные его фильмы «Последние лета детства», «Гамлет Щегровского уезда по Тургеневу», «Венок санетов», «Дикая охота короля Стаха», «Культ поход театр», «Комедия о лесестрате» и последние из фильмов «Кино о кино» безусловно памятны многим из вас. Валерий Рубинчик узнаваем во всех своих фильмах по ночайшему психологизму, удивительному изображению и блистательной игре актеров. Сегодня нам выпала редкая возможность присутствовать на съемках новой картины Валерия Рубинчика «Нанкийский пейзаж». И мы обязательно постараемся познакомить вас с актерами и членами творческой группы этого фильма. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приглашаю вас вновь на съемочную площадку. На этот раз мы находимся в гостях у замечательного кинематографиста. Я бы сказала, уже сегодня классика советского и российского кино Валерия Рубинчика. И с ним мы будем беседовать о его новой картине. Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте! Спасибо, что в перерыве между съемками мы так чудесно расположились на свежем воздухе. И будем говорить о вашей новой картине и, так сказать, о том, чего захочется. Итак, представьте, пожалуйста, вашу новую картину. О чем это? Ну, это очень... Представить картину вот так в двух словах очень трудно, потому что название ее пока вот сейчас... Она называется «Нанкинский пейзаж». Она делается по сценарию, или даже, вернее, по повести такого российского писателя, я бы сказал, особенного писателя, авангардного такого направления, Андрея Бычкова. Очень трудно рассказать содержание, потому что мы... Мы снимаем картину, что ли, где огромное значение имеет визуальный ряд, изобразительное решение. Мы сторонники того, я так... Мне так кажется, что фильм должен быть снят так, что если вдруг выключить звук или звук случайно испортится, то все было бы понятно без слов. Это мелодрама, такая грустная мелодрама, может быть, в чеховском духе. Здесь, это еще 50-е годы, в Москве. И наш герой, человек даже в какой-то степени загадочный, его зовут Александр. Он когда-то раньше работал, и он об этом рассказывает, где-то далеко, за рубежом, что ли, в Южном Китае. Он об этом вспоминает. И вот чем же он там занимался, как бы? Он как бы был специалистом по танцкому фарфору, по истории Китая и так далее, и так далее. Вот. Как мы знаем, что в те времена... Да, специалисты просто так не жили. Все специалисты им еще давали какие-то дополнительные, так сказать, дополнительные просьбы и задачи, перед ними ставились и так далее. Но речь не об этом, потому что это скорее такой, знаете, как цепь сновидений, как некое стихотворение, или как будто мы листаем альбом с фотографиями. Это цепь воспоминаний. Этот наш герой встречает, случайно знакомится с молодой девушкой, обыкновенной, чудесной, простодушной, прелестной по-своему. Она работает парикмахершей. И у нее как будто бы и нет никаких тайн по сравнению с нашим героем. А наш герой живет в каком-то рефлексирующем мире, потому что он все время вспоминает, что с ним было, казалось бы, еще совсем недавно. И куда это все подевалось, куда делись эти впечатления, эти чувства, эти необыкновенные, скажем так, страсти. Я уже просто сейчас впервые под вашим влиянием я подыскиваю вот эти слова. Понимаете? И вот такая мелодрама, он немножко склонен к самокопанию. Он одинок. Он полон комплексов. Он живет один. Когда-то Немирович Данченко поставил «Три сестры» в Амхате. Это уже было в советское время, до войны, до Великой Северной. И когда у Немировича Данченко спросили, Владимир Иванович, а в чем главная мысль вашего спектакля? Почему вдруг «Три сестры»? 30-е годы, Москва, новая жизнь. Почему «Три сестры» Чехова? В чем главная мысль сверхзадачи вашего спектакля? Сверх-сверхзадачи, как они называли. Это высший смысл. Он сказал, вы знаете, сверхзадача – это тоска по лучшей жизни. И вот когда он это произнес, всем стало не по себе. Как тоска по лучшей жизни? Все так прекрасно вокруг. Чего что-то тосковать и так далее. и так далее. Значит, таким образом, вот я почему это вспомнил, потому что в нашем фильме, в нашем замысле есть вот это, вот, наверное, то, что сказал Немирович Данченко, тоска по лучшей жизни. Потому что здесь весь смысл не в сюжете, не в сюжетных коллизиях, хотя и в этом есть, происходят определенные события с нашими героями, но тоска по лучшей жизни, тоска по любви, тоска по, знаете, вот, где-то есть, как всегда было присуще, всегда было присуще людям, живущим в России, что где-то есть неслыханная жизнь, понимаете? Валера, а ведь это, все, что вы рассказываете, это атмосферу, ее так тонко соткать, не профессии даже, а просто производственном процессе. Вот как ее, из чего она может родиться? Вот это очень трудно. Это высший пилотаж вообще. Вы понимаете, я уж не знаю, высший пилотаж, но, честно говоря, для меня в этом просто единственный интерес, ну, один из интересов моей профессии. Иначе мне снимать неинтересно, скучно. Значит, это складывается, вы правы, вы очень точно спросили, это складывается из... Нюансов. Из, как я уже сказал, из изображения, из звуков, из музыки, из подтекстов, из игры актеров, из того, что все вот возникает, возникает, знаете, шумы, музыкальное дыхание. Это все должно... Визуальные решения, пластические, все должно смешиваться. Это как тоже у Чехова есть в его пьесе, допустим, такая ремарка. Звук лопнувшей струны. Вот, понимаете, это очень трудно. Ну, вам всегда это удалось? Вы всегда на это обращали внимание? Ну, вообще всегда. Но, вы знаете, фильм это как происходит там какой-то вот фильм делаем-делаем, потом происходит какое-то вдруг волшебное, знаете, вот или как повар, который готовит, или... качество возникает. Ах! Или вдруг что-то, чего-то не хватает, понимаете? Если мы успеваем, вот когда чего-то не хватает, что-то еще туда добавить, соль, перец или карри, а если не успеваем, вот так вот... вот так и остается, да? То есть это не формулируется. До сих пор я могу смотреть фильм, который мы делали там 10 лет назад, или 15, и все время говорят, вот нам здесь надо было перемонтировать и вставить другую сцену. Вот это страшная пытка. Как режиссер и как зритель, что вы больше всего цените в кино? Я вам скажу откровенно. Я больше всего ценю в кино, вот если можно так выразиться, в кино, я больше ценю в само кино. Если разъяснить эту мысль, я с искренним, огромным, невероятным интересом смотрю кино, сделанное вот именно этим режиссерам. Это не значит, что меня интересует такое авторское кино, как мы говорим. Интересует. Но авторское кино в более широком смысле. Меня интересует точка зрения режиссера, автора. Меня интересует точка зрения его замысел, его открытие. Потому что каждый фильм это, можно сказать, изобретение. Фильм держится на трех китах. это паутина жизни, это вот психологическая паутина жизни и подлинности. Затем, значит, пространство кадра, это вот визуальный ряд и пластичный, и высший смысл. Это то, что Станиславский говорил, сверх-сверх задача. Короче говоря, в кино меня интересует авторское начало. это не значит, что мне нравятся обязательно какие-то там заум или нудные какие-то, значит, эксперименты. Нет, не обязательно. Начало. Пусть это, понимаете, Трюфо, Альмадовар, Тарантино. Феллини, мой любимый. Феллини, это гениально. Бенюэль, Феллини, Антониони. И кроме этого, я в этой связи считаю все-таки, что каждый режиссер настоящий, он весь, всю жизнь снимает один и тот же фильм. Очень трудно, конечно, вот так буквально понять вообще, куда меня влечет. да, но есть так же, вероятно, это какое-то, знаете, вот соединение в соотношении жизни и искусства, творчества и реальности, фантазии и подлинных событий, и подлинных человеческих взаимоотношений. Вот на этом пересечении, потому что вот я уже теперь оглядываясь назад, я, конечно, очень много не успел сделать, очень много в жизни компромиссов, как много сделано ошибок и так далее, и так далее. Это все про меня. Это про каждого. Понимаете, это как бы еще и кладбище неосуществленных замыслов. Это страшно подумать об этом, страшно подумать. Вот. Ну, понимаете, значит, как говорил Маяковский, я в долгу перед, это он говорил, небесами в Багдаде, где он родился в Грузии. Вот я в долгу перед небесами Минска, где я родился, и послевоенное детство. И я много раз начинал вот писать этот сценарий. Там особая атмосфера. Разрушенный город, люди, которые улыбаются, это после войны, и будет вот-вот наступит, счастье, рай на земле и так далее, и так далее. Искусство и жизнь. А как они переплетаются, а как они там взаимодействуют, это на самом деле очень интересно, потому что, с одной стороны, жизнь, с одной стороны, искусство, естественно, питается соками жизни, да, но потом, как бы, жизнь припадает к этому животворному источнику, который называется искусством. Ну, правда же, и кино, и музыка, и литература, и это самое. А ведь всё это, как бы, из... всё-таки всё это зеркало жизни, это вторая реальность. Вот эти вот взаимоотношения, вот эти вот переплетения и взаимодействия, и вот эта диффузия какая-то, Взаимопроникновение, да. Да, взаимопроникновение и вот, если говорить действительно, ведь культпоход в театр об этом, кино про кино об этом, естественно, Венок Санетов тоже. И Сестра. И Лисистрата. Вообще театральная. И Дикая Охота. Короля Стаха, несмотря на то, что некоторые это считали каким-то фильмом в те времена, ну, и такая историческая мистификация, или кто-то сказал, это фильм ужасов, там, и так далее. Но, на самом деле, ну, там, на самом деле, эта чуть ли не социальная драма была очень серьезная на тему, это была аллюзия, фантазия на тему сегодняшнего дня, якобы, происходит в 19 веке. но вот это все и Дикая Охота тоже реальность и фантасмагорическое некое соединение чего-то такого, куда нельзя протянуть руку, попытка объяснить жизнь и хорошее, и плохое, и беды, и достижение какими-то силами, которые якобы находятся по ту сторону разума, инфернально, понимаете, но тут очень сложно, потому что я не верю в такие слова, как предназначение, судьба, честно говоря, нет. Вы не верите в судьбу? И что я сделал, то я сделал, а то, что я не сделал, это я, значит, я болван, значит, понимаете? Или я не дотянул, или не хватило воли, или не хватило упорства, хотя я вроде как упорный, но я никогда ничего не делаю нарочно. Вот меня как вынесло, понимаете? То есть вы не перекладываете ни на проведение, ни на что вы. Я совершенно... Счет к себе. Да, да. Я знаю, обдумывая свои прошлые картины, фильмы, я, так сказать, счет к себе. Я знаю, что мне был дан шанс. Я должен был ставить в кино, в театре и быть еще актером во ГИКе. Я просто блистал в спектакле. А нет такой тоски, что я сыграл? Значит, я не осуществил, и надо было в театре режиссеру взять и сыграть. Ну, я уж в кино, кино берет за горло. Ну, а в кино сыграть роль? Что, преуспевающего режиссера? Да, да, да. Нет, нет. Таких нет преуспевающих режиссеров. Все режиссеры не успевают. И вот я думаю, несмотря на то, что есть разные. Мы говорили с моими коллегами, кто-то из моих коллег все пытается свалить на обстоятельства жизни, социальные условия. Вот, в прошлом, ах, если бы мне дали возможность. Я каким-то чудом поступил во ВГИК, закончил режиссерский... С фамилией Рубинч. Да, с фамилией Рубинч. И, а до этого я до ВГИКа проучился три года в Минске на режиссерском факультете театрального института. Там, театральный художественный. Который мне очень много... Это три года обучения в театральном художественном институте на режиссерском факультете. Мне необычайно много дали. Необычайно, потому что театральный институт дает все-таки очень глубокий тренаж режиссерский актерский, актерский. У вас всегда потрясающе работают актеры. Вот если возьмем кино про кино, вот Лаврова, которая сто лет не снималась, Любшин, ваша дочь там снимается. И Федя Бондарчук. и Николаев такой мачо, такой герой вообще с плечами. И вдруг это несчастье, это косичка спящий человек. Да, это я так трактую. Склоны... Я очень его уговариваю. Но это же интересно. То есть, как вы отбираете актеров? По какому принципу? У вас всегда они индивидуальны? Они всегда не похожи на других? Лица есть у актеров? Инстинктивно. Потом, значит, наверное, что я все-таки за актером мысленно пытаюсь логику. Вот это я мысленно проигрываю это. Когда у меня ясно становится линией поведения всех персонажей. сопоставляю этого актера с какими-то сценами из фильма воображаемыми. И это надо себя заставить думать. Как Тарковский говорил, что самое трудное для режиссера это все время думать об одном и том же. Иногда бывает не просто интуиция, а мы берем я мысленно актера пытаюсь вложить в этот облик и костюм персонажа и его как-то пропустить через какие-то эпизоды. Вот самое большое наслаждение строить кадр и в него вводить артистов. Потому что у нас такой метод такой мы сначала выстраиваем кадр точно до миллиметра. Это мы видели, да. Понимаете? И потом актер уже точно мы знаем где. Это когда-то когда у меня еще снимался Евгений Стеблов, Женя Стеблов давно-давно еще в культ походе в театр. Он у меня снимался в нескольких фильмах и в «Лесестрате», и в «Театре», и в «Театре». Театр. И в «Театре». И кино про кино очень-то и он очень много предлагает еще. Он Женя Стеблов участвует как актер во многих вопросов. Да, да. Он предлагает тексты очень интересные. Да, да. Предлагает какие-то сюжетные повороты, какие-то детали. А вы прислушиваетесь вообще? Или вы жестко держитесь того, что... Иногда да. Но я сразу вижу, вот Женя что-то предложил, я говорю, делаем. Это сразу бывает у него очень талантливое предложение. Вот удивительно, я уже давно, как ты сейчас опять погрузилась в эту атмосферу, давно не была в ней. Как удивительно, что вот из какого ссора растут стихи, так и здесь. Вот из какого этого технического процесса, нудного, мучительного с этим светом рождается произведение. Это же... Вот я для себя опять вспомнила, что если меня спросишь, что такое кино, кино это терпение. Да, да, это терпение. Ну, знаете, бывает так, раз на раз не приходится. Бывает очень быстро, мы делаем так, бывает что-то заедает, и вот нам что-то не хватает, какие-то детали. Сегодня мы ездили за вазой, потом заводили граммофон. Ну, это как-то быстро. А потом еще тоже бывает по-разному. Вообще, кино долго запрягает, быстро снимает. И в данном случае тут же много причин. Наверное, мы бы в павильоне, в декорациях то же самое, немножко по-другому бы работали. Мы в квартире, но зато в настоящем интерьере, который мы перестраиваем, соответственно, нашим необходимым каким-то задачам. Валера, а вы влюбляетесь в актеров, в актрис? Порой. Ну, это, наверное, необходимо, правда? Наверное, чтобы и полюбить своего персонажа. Ну, смотря что называть любовью, потому что можно влюбляться и в буфейчице, и в официантах, и только в актрису. Наверное, это необходимая вещь. Это так и есть. Это сложное актерское дело. Что касается актрисы и ее отношения к режиссеру, ну, во-первых, тут есть чувство благодарности, что выбрана именно она. Но, с другой стороны, отношения, это ведь, понимаете, дело в том, что если актриса, с одной стороны, если актриса снимается одновременно в пяти картинах, она же не может влюбляться одновременно во всех режиссеров и актеров. А с другой стороны, если режиссер вдруг недоволен актрисой, это распространяется, и бывают окрики, какие-то это, и обиды. И тут очень много, очень много всего, понимаете, очень много всего. Валерия, ну, я очень хочу, уверена, что эта картина будет опять кино Рубинчика, то неподражаемое свое, что, на мой взгляд, является самым трудным, создать нечто свое, свою марку, свое trade name такое, который вам всегда удавался. и я надеюсь, что эта картина будет такой же, уверена даже, и желаю вам большого здоровья для того, чтобы совершилось все то, что вы хотите. Спасибо. Дорогие друзья, ну, очень трудно заканчивать разговор с Валерием Рубинчиком, но надеюсь, что мы его продолжим. Сейчас наша программа подошла к концу, но репортаж со съемочной площадки продолжается. Друзья мои, и вторая часть нашей, сегодняшней нашей программы будет посвящена уже, так сказать, вот изнутри съемочному процессу, там, интервью с художником, художником по костюмам и с актерами. Но я хотела бы, чтобы у вас было какое-то все же маленькое представление о том, что такое этот фильм, поэтому я выбрала маленький фрагмент, где Константин Лавроненко, совершенно великолепнейший, изумительный актер, награжденный в свое время в Каннах, он тончайший человек и актер, и у меня есть интервью с ним тоже. И давайте посмотрим буквально небольшой фрагмент, чтобы у вас было хоть какое-то примерно представление о стилистике фильма. Музыка. 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 Вы можете записать письмо другу, жене, любимой девушке. Можете стихи прочитать. Говорите откровенно все, что думаете. Пожалуйста, начали. Можете стихи прочитать. Это линия между противоположными крайностями. Я хочу жить своей жизнью, а не чужой. Я не хочу больше тонуть в этой желтой реке вместо другого человека. Все? Я не знаю. Наверное, все. Действие картины происходит в Москве и параллельно с этим где-то в Китае. Все это не определено во времени, потому что изначально должен был быть 1968 год. Вы знаете, это и Чехословакия, и прочие. Это взлет рук групп и так далее. А Рубинчик все это размыл. И он говорил о том, что у героя должна быть в жизни какая-то черная дыра, запретная зона, нечто, о чем не говорится впрямую, но что составляет весомую часть всей его жизни. Вот мы буквально в этом эпизоде, который я вам показала, мы как раз это и видим. И вот эта странность, эта размытость, это феноменальное изображение, о котором всегда отличался Рубинчик, его фильмы, это все присутствует. Но, друзья мои, во второй нашей части, повторюсь, мы с вами оказываемся внутри съемочного процесса. Так что оставайтесь с нами. После короткой рекламной паузы мы вернемся к вам. Глазные операции в древности. Глазные операции в средневековье. И безлезвенные операции в 21 веке. Только с помощью лазера доктор Леонард Блей, пионер безлезвенной глазной хирургии, успешно избавляет от очков и контактных линз. Безопасно удаляет катаракту и эффективно лечит глоукому. Безлезвенный лейсик и безлезвенное удаление катаракты. Быстро, безопасно и безболезненно. Только у доктора Леонарда Блея. Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если поднимаясь по лестнице вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404. Hi, it's Dave Choksi. As the city's health commissioner, it's both my passion and my job to keep New Yorkers of all ages healthy. That's why I'm so grateful that the Pfizer vaccine has now been authorized for anyone 12 and older, because we can protect even more children from COVID-19. As a doctor and as an uncle, I gave my sister a strong recommendation to have my teenage niece and my nephew vaccinated as soon as possible. The vaccine is safe and endorsed by leading pediatricians. As a father, there's nothing more important to me than protecting my child. I know so many of you feel the same way. That's why I hope that you'll learn more and visit one of our vaccine centers today. Go to nyc.gov slash covidvaccine to learn more or call 877-VAX-4NYC. Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Davidson Radio сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005. Друзья мои, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. И наша сегодняшняя программа посвящена Валерию Рубинчику. Одному из изумительнейших, ни на кого не похожих кинорежиссеров советского времени, который оставил после себя свое кино, которое ни с кем не путаешь. Не спутаешь поэтическое, нежное, которое всегда обвеяно дымкой какой-то таинственности. И вот это наши мои съемки, которые вам сегодня представляю. Это съемки своего последней картины, которая называлась «Нанкийский пейзаж». Действие которой происходило в двух ипостасях. Одна в Москве, другая в прошлой жизни в Китае. И все это как-то в достаточной степени иллюзорно. Там снималось много интересных актеров. Но я выбрала ту часть, которая связана именно с процессом. Мне кажется, это тот тайный мир, в который не всех допускают. Поэтому давайте смотреть. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, наш репортаж со съемочной площадки продолжается. Вы увидели в подробностях целый съемочный день нового фильма Валерия Рубинчика «Нанкийский пейзаж». Нам хотелось получше познакомить вас с теми людьми, которых не видно в кадре. Но без которых не было бы фильмов. И прежде всего, это художник-постановщик, который определяет всю стилистику фильма. Ирина Алексеева – известный художник. На ее счету множество фильмов. И даже знаменитая телепередача «Куклы». Ира, я вижу, вы сидите на фоне очень интересного панно. Оно, собственно, как бы олицетворяет название картины, да? Да. А что это вот такой «Нанкийский пейзаж»? Как-то правильно, я неправильно произношу. Нет, все правильно. «Нанкинский» от города Нанкина. В общем-то, это загадка. Я бы сказала, это так и остается загадкой, которая не открыта в течение всего фильма. Почему он так называется, мы не знаем. И да, масса в фильме мы имеем тайн. И в том числе сюжет ковра, он так и должен оставаться некой тайной, загадкой. Здесь есть пара влюбленных, которых мы потом увидим в жизни, в Китае, в воспоминаниях героев. И мы даже не можем до конца понять, это его воспоминания или это воображение. И так же и здесь тоже. Что это такое, что это за группа людей? Ира, вот это... Не должно быть раскрыто до конца. Да, это по-моему эскизу сделан художник, занимающийся росписью по тканям, роспись по шелку. Но ощущение действительно старой вещи, вот такой спотиной. Да, мы старались, мы старались. Здесь не объясняется, что, откуда взят этот ковер, что он перешел в наследство, или он кем-то сделан искусным художником. Подделка это или эта вещь подлинная, мы не знаем. То есть это нечто, какой-то символ, да, в этой картинке. Нет, ну в данном случае я уже говорю просто про вашу работу, что вы как-то, когда создавали его, вы ориентировались на какие-то... Да, мы ориентировались, конечно. На какое-то время определенную гравюру, да, китайскую? Да, мы смотрели на китайскую графику, но это стилизация, безусловно, стилизация, та, которая нам была нужна, чтобы она была в стилистике нашей картины. А хорошо, а вот стилистика вашей картины, так сказать, китайская сторона, а все действие происходит в 50-е годы. Ведь нужно было создать антураж, нужно было установить атмосферу, чтобы было убедительно, потому что живые люди, которые жили в 50-е. Даже я еще помню абажуры и какие-то вазочки, статуэточки, какой-то такой запах того времени, да, хотя бы совсем ребенком маленьким. Мы взяли интерьер дома, который был построен в 55-м году, где, конечно, остались еще фактуры подлинные, рамы не менялись с тех пор, двери, полы, все это осталось. А все остальное мы привносили, конечно, это реквизит, который собирался покрупиться. Когда вы собираете картину, как бы, да, вот ее интерьерную часть, вы обращаетесь к книгам, к источникам или как-то... Ну, знаете, это все как-то, все, всего по многу, все это и в голове уже как-то уложилось за многие годы уже, имею в представлении о том, как это выглядит в 50-е годы, 60-е годы. Вот как найти вот этот запах 50-х годов? Они ведь отличались чем-то от сегодняшнего времени? Ну, они принципиально отличались, это совершенно другой город, другая страна, другая жизнь, другие люди, все было другое. Ну, как бы, для художника я не буду рассказывать о том, что была, как бы, там, какая была другая мебель, чем она отличалась, там, принципиально, среди прибора, техника и так далее, все это, как бы, мелочи. Я бы сказала, глобально, это был совершенно, это был монохром, это был бы, в Готе, не было тех цветов, которые есть сейчас, я не говорю о том, что безумное количество рекламы и кислотных цветов, и этой яркости, пестроты, которая сейчас пришла к нам, это был монохром, это был, в общем, ну, я не скажу, что это был серый, но это очень был приглушенный и в живописном, так сказать, плане. Это выглядело все совершенно иначе. Вот примерно в таком. Да, были яркие абажуры, они давали в окнах яркий цвет, а все остальное уходило в какой-то, в общем, одежда была в основном серая, черная, коричневая. И вот мы старались, я старалась сделать интерьер именно в таких тонах, и вся картина, мы приближались к такой, как бы, к сепи, к чебе, вот как-то мы стремимся сделать именно так, чтобы не было этого разгула цветов, а в современных, очень многих картинах, исторических, то есть действий, которые происходят в 30-х, 50-х годах, очень часто, когда смотришь, я скажу, не верю, если в них убрать цвет, их можно было бы смотреть даже с удовольствием, а когда в них цвет, и лезут кислотные вот эти краски, современные все красители, которых не было и быть не могло, и рушится все, даже если все хорошо, актерская игра, и хорошо сшитые костюмы, все рушится из-за цвета, из-за цвета, вот я решаю, как бы. Скажите, пожалуйста, вот мастерство и ощущение правильное художника-постановщика определяет стилистику фильма? Да, конечно. Именно от художника-постановщика зависит? Я бы сказала так, это зависит от художника. Ну, иногда бывает так, что художником является режиссер, то есть у него есть художник-постановщик, но он как бы ведомый. А, ну, очень часто такое бывает, ну, это может быть профилиник, который как бы, он художник, он это решает и придумывает, а художник идет как бы за ним, следом. Вот, здесь с Валерийом Давыдовичем, конечно, он главный, безусловно, я просто стараюсь ему очень, стараюсь улавливать его мысли, угадывать его желания, и, в общем, так сказать, всячески стараться делать так, как он бы хотел. И надеюсь мне, что мне это удается. Ну, судя по этому всему, скажите, пожалуйста, что самое трудное в этой профессии? Самое трудное, я бы сказала так, все самое трудное, самое трудное, конечно, организовать весь этот процесс, особенно, когда нужно быстро все менять, нужно все быстро придумывать, быстро исполнять, понять, как и кто это будет исполнить, свести все это в одно, вот это, конечно, сложно. То есть, чтобы получилось то, что задумано? Да, да. Сложно придумать и сложно это все воплотить. Вместе с художником-постановщиком эпоху воссоздает художник по костюмам. Дмитрий Андреев, художник, который работал на фильмах «Ключ от спальни» вместе с Эльдаром Рязановым, «Богиня, как я полюбила» с Ренатой Литвиновой и в многосерийном фильме «Игра на выбывание». Дима, вы работаете на картине, где речь идет о 50-х годах, и мы сидим на фоне вот всего этого богатства, так сказать, костюмного. И то, что нам говорил художник-постановщик, что вот эта гамма, где отсутствуют яркие цвета, все такое пастельное, серое, коричневое, бежевое, черное. – Каким образом ищутся костюмы? Это существует какой-то фонд костюмов на Мосфильме, или вам приходится это все развивать? – Безусловно, на Мосфильме существует некий фонд, но мы стараемся искать не только там, существуют некие глашиные рынки, магазины антикварные. Просто люди, которые продают одежду свою старую, не нужны. Мы просто звоним, вот есть некая база данных, вот. Ну и стараемся что-то шить, особенно на персонажа, потому что подсчитаем, конечно, персонаж одевать в пошитый костюм, не в старый. – А что вы заканчивали? – Школа-студия МХАТ, отделение художника-технолога по костюму. – То есть вы умеете шить? – Да, да, сам как бы владею этим шью. – И вы сами шьете? – Шью давно, с детских лет уже. – Правда вам? Вам это нравилось? – Очень, безумно нравилось. – Вы потомственный партнер? – Нет, нет, вот как ни странно, нет, просто мама шила, ну, как-то для себя, и я ей помогал. – Что, говорите, вот так вам понравилось, правда? – Да, да, да. – А скажите, пожалуйста, вот вы работали у Рязанова, причем, это XIX век, да, как бы? – Там нет, там начало XX века, модерн, X-е годы, безумно красивое время, да, с удовольствием поработал. – И вы знаете все костюмы, как вы кончали театральное училище, значит, вы знаете историю костюма, да? – Да, безусловно. – И вы можете шить любой костюм? – Да, да. – Да, у нас было очень серьезное основательное образование, то есть мы занимались в музеях, мы видели вещи XVI века, мы могли их померить, потрогать, пощупать. – Потрогать, посмотреть, как они шиты. – Да, да, то есть все швы, вся обработка, все, все оно было доступно. – А тем не менее вы работаете в кино, а не в театре. – Почему? – Да, ну, потому что кино мне интересно тем, что здесь есть некая мобильность, подвижность, и здесь есть именно та степень достоверности, которая просто мне близка. – Близка. – Мне нравятся подробности в костюме, которые видно на экране. – Можете здесь показать что-то из… – Да, конечно. – Вот это… – А, нет, конечно, они сейчас вот убрали те костюмы, которые можно было показать серьезно. – Ну, а вот висят плащи, они натуральные или вы их шили? – Вот, кстати, могу показать вот этот плащ 50-х годов. – Угу. – Китайская фирма «Дружба». – Да. – Да. – Это подлинный плащ, купленный в атикварном магазине. – Ага. – За не очень большие деньги. Он практически новый, лишь слегка поеденный молью. – Ну, это неверно, да. – Да, буквально какие-то вот мелочи. – Угу. – Подлинный, не ношенный плащ. Вот он у нас как раз на главном герое. – С ума сойти, да. – Вот такие вот вещи можно носить. – А вот костюм. – Вот это кожаное. – Значит, вот это склады Мосфильма. – Да? – Да. – Ага. – Вот это был абсолютно новый шарф. – Мы просто его фактурили. – Да, мы его фактурили. – Боже, бедный шарф. – Да, мы его фактурили. – Тёрочка, красочка и всё. – Да, и дырочки. – И дырочки. – Понятно. – Да, вот такие, получается, вещи. – Откуда кимоно такое роскошное? – Кимоно мы заказывали. То есть, мы сначала отдавали на роспись женщине, потом это всё мы собирали, сшивали. – Чем для вас является вот ваша профессия в плане создания фильма? Это без этого, наверное, ведь нельзя. Я понимаю, что вы одеваете героев, но для вас разрабатывает тактику и стиль художник-постановщик или вы работаете вместе, или вы ему предлагаете что-то? – Значит, на самом деле бывает всё по-разному, зависит от режиссёра. Есть режиссёры, которые полностью полагаются на фантазию художника по костюмам, и это мне тоже нравится. То есть, здесь есть полная свобода творчества. Но есть режиссёры, с которыми мне тоже удобно работать, потому что они задают некую линию, не вдаваясь в подробности. Это тоже замечательно, потому что здесь тоже есть некий коридор, в котором ты можешь осуществлять какие-то свои мысли, фантазии, уже руководствоваться каким-то направлением. То есть, ты знаешь, куда ты идёшь. Вот это тоже очень приятно, важно, потому что есть какие-то задачи, порой невыполнимые, ты не знаешь, что с этим делать, а режиссёры тебе какой-то коридор задают, ты… – Уже в нём живёшь. – Да, ты живёшь в этом направлении. – Какое ваше любимое время в костюме? – Я думаю, что, поработав в Рязану, я понял, что это модерн, конечно, безусловно. Я бы его делал и делал бесконечно. То есть, просто глубина, ну, неимоверная просто. То есть, там копать и копать. – Эстетика такая женская. – Да, безусловно. Я считаю, что только я буквально вот затронул какие-то пласты верхние, то есть, на самом деле, там бездна. – Ну, вы вполне молодой человек, и сразу же, как бы, вот, у Рязанова вы начали работать, что было достаточно, в общем, не вчера, да, уже, какое-то время прошло и так далее. А у вас есть уже имя, какой-то свой стиль в работе? Или вы так растворяетесь в каждом кино? – Я стараюсь, нас так учили растворяться, да, в каждом режиссёре, то есть, понять, понять, что ему нужно. А без этого нельзя. То есть, есть профессия модельера, которая, вот, видит свою какую-то линию, то есть, у него есть своё видение. Наша задача – раствориться в качестве режиссёра. – А вам не хотелось создать нечто своё в виде, в смысле, модельера? – Честно говоря, я думал об этом, но вот мне интересно растворяться. Я хочу вам представить одного из персонажей нового фильма – Валерия Рубинчика «Нанкийский пейзаж». Это персонаж, которого зовут Лысый, такой уголовный или полууголовный элемент. А вот играет его Егор Баринов. Все мы знаем прекрасного его отца, совершенно прекрасного, талантливейшего актёра, который снимался во многих фильмах, но, пожалуй, вот так ярко прозвучал впервые, несмотря на возраст. Вот как до этого не было заметно, что существует такой очень талантливый драматический актёр. А вот в «Петербургских тайнах» главного злодея сыграл отец Егора Баринова. И с тех пор, к сожалению, какое-то амплуа отрицательного героя сохранилось. Ну, вот мы сейчас узнаем, насколько сын будет продолжать эту традицию или нет. Здравствуйте, Егор. Добрый день, добрый день. Ну, как это у вас так? Что же это, прямо династика какая-то? Под лицом будете играть? Да, какая-то такая злодейская династия. Не знаю, папа наградил. Да. А он страдает от этого? Ну, у него есть такая присказка, он говорит, «Добрых дешевле». Да. Ну, понятно. Добрых дешевле, говорит. И это самое. Конечно, злодеи, они более яркие персонажи. Ну, их где-то, может быть, даже поинтереснее где-то играть, но хочется, конечно, сыграть что-то хорошее такое. какое-то, потому что есть, и в театре я это периодически делаю. Угу. Говорят, с успехом. А он-то тем более, вообще, делаю. Угу. 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 А там буквально первое ощущение, потому что многие люди, когда видят меня или там отца, ну отца это уже как-то сложившийся у нас, а когда видят меня, какое-то такое сразу создаётся ощущение такое. Ну, неправда. Я говорю, я когда вас увидел, ничего кроме интеллигентного, приветливого человека я не увидел. Я улыбался. Я улыбался, был в шапочке в такой... Ну, не правда, сейчас без шапочки производится точно такое же печенье. Ну, бог его знает, так получается. В общем, что дают, то... Ну, а как вы так вот, где вы находите эти стороны этих отрицательных характеров? Да. Потому что подлецов играть надо тоже как-то. Я понимаю, что в каждом всё намешано, но всё равно... Конечно. Конечно намешано. Потом очень много... У меня вот по натуре, я человек такой, я очень много коплю. Угу. Я... То есть собирается это всегда. У меня, в смысле, коплю вот... Я очень не люблю частых прямых конфликтов. Угу. В жизни всякий раз пытаюсь обходить конфликты. Ну, то есть есть, конечно, ситуация, когда уже обойти нельзя, то, конечно, тут... Ну, идёт тогда какой-то социальный взрыв или что-то такое. Вот. А так я всякий раз пытаюсь, чтобы вот как-то это всё так обойти. И поэтому эти руль, они позволяют это всё из себя скинуть. А, скинуть, да? Скинуть, да. Ну, как интересно. Да, нет. Я вывел на сцену академического театра армии. У меня была первая работа в семь... В семь лет я играл в спектакле. Ерёмина «Закон вечности». Угу. 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 Я понял, что нужно, пора уходить на свободные хлеба. Вы сказали, что вам хочется оторваться от отца. Что вы имели в виду? Вы похожи на него очень. Вас начинают приглашать, и кино использует вашу фактуру тоже как отрицательную. Я так понимаю, по инерции. И вы всегда находитеся рядом с ним. Это не Давид? Вот вы это имели в виду? Я как бы сказал, что мне нужно было оторваться. Егор, а как вы себе представляете в кино? Как уйти от этого серия? Сейчас уже сложно. Пока что. Назовите ваши роли, где вы играли. Сейчас идет сериал у нас по ТР, в 9 часов. Надежда уходит последний. Я тоже играю в прошлом уголовник. Он такой, ну, в общем, вроде как обаятельный человек, который женился на женщине. Оставил ее без квартиры. Ну, да, да. Как бы, ну, там, с плещук. Сотенер. Да, ну, там, нет, он просто, ну, в общем, аферист. Брачный. Здесь любовь к Григорию Плещук мы изображаем, как братцы и сестра, на самом деле, мы любовники. Ну, вот, единственное у меня тут в сериале «Близнецы» – Ройзман. Да. Да, у хорошего человека. Да? Он мне выкрасил волосы в белый цвет. Где они, волосы? Да, ну, были волосы, были волосы, да. Выкрасили в белый цвет. Я был блондином в Узбекистане. Играл там такого эксперт-криминалиста, который помогает главному герою начать там разобраться. Играл там всяких. Егор, а что вы цените вот в режиссёре, который с вами работает вот в кино, например, в «Рубинчике», в этом фильме? Честно говоря, мне очень нравится, что какие-то, ну, точные подсказки идут. Почему? Работа такая довольно необычная, то есть нет какого-то прямого действия, прямых каких-то ситуаций, как бы вот. А немножко подсказки на уровне какого-то там ощущения. Ой, ну, это очень ценно. Мне, честно говоря, это очень важно, где-то я пытаюсь это понять уловить, но, конечно, в это нужно въезжать определенным образом. То есть вот где-то первый день был немножко сложновато, а потом уже второй день уже как начинаешь что-то так чувствовать. Тут даже очень сложно, может быть, что за словами писать, но это интересно. Спасибо, Егор. Я желаю вам удачи, и чтобы вы вышли на то амплуа, которое вас устраивает. А может быть, на разнообразные? На разнообразные. На разнообразные. Не нравится. Мне на самом деле не могу сказать, что вот, мне нравится играть, и где говорить. Не нравится. Но хотите бы, конечно... Ну, это всем, нормально, всем хочется чего-то... Ну, я вам желаю, чтобы все избылось в вашей будущей большой карьере актерской. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, и вновь Сима Березанская со съемок из Москвы, специально для Артен WMNB. Всего доброго и до следующих встреч. Вот и закончился наш цикл программ, посвященных крупнейшему российскому киноконцерну «Мосфильм». Думаю, вам было интересно погрузиться в процесс создания фильмов от сценария и до его завершения. А особенно в репортажах со съемок фильма «Манкийский пейзаж». А для меня этот день был очень приятным еще потому, что прямо на съемках меня поздравили с днем рождения. Валерий Давыдович, надо снимать. Сейчас мы проверим по движению. Так, схему трубку, допустим. Чуть посидела. Друзья мои, ну вот, наша программа сегодня закончилась. И я надеюсь, вам было интересно, по крайней мере. Я вот вместе с вами сейчас смотрела который раз, и мне было очень интересно. Вспоминала все это съемки 2005 года. Прошло уже много времени. И, к сожалению, Валерий Рубинчик ушел из жизни 2 марта 2011 года после тяжелой болезни. Но и все его фильмы, конечно, по-прежнему живут. Я уверена в этом. Я вам очень советую, друзья мои, посмотреть. Посмотрите «Нанкийский пейзаж». Он очень странный, необычный фильм. Но я думаю, что если вы выйдете на интернет и наберете фильмы Валерия Рубинчика, и посмотрите их, вы получите огромное наслаждение. А я прощаюсь с вами, друзья мои. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова